Приветствую вас. Вам дали уже ответ два моих коллеги, двое моих коллег. Вот, значит, первый из них предложил вам отпустить негативные эмоции, а вторая коллега говорит о переключении внимания. И, в принципе, каждый из них по-своему прав, то есть вы можете и воспользоваться психокаталитом, вы можете и действительно переключать внимание, если вам это хочется, ну, если вам, для вас это возможно. Да, вот. Правда, для этого вам потребуется потренировать свое внимание, сделать его немножечко более управляемым, да. Вот. И для этой задачи я рекомендую вам упражнение, то есть вы берете листочек бумаги, вот, и пытаетесь в течение нескольких секунд, ну, там, например, 5 секунд, вы пытаетесь думать только о нем. То есть вы смотрите на него и думаете только о нем. Важно, чтобы в этот момент у вас не было никаких мыслей. Важно, чтобы в этот момент ничто вас не отвлекло от, вот, своего сосредоточения на листочке бумаги. Значит, если у вас получилось, то хорошо, если не получилось, то, соответственно, делайте приличку и пробуйте еще. За один из таких вот подходов на 5 секунд нужно раза 3-4. Если вы чувствуете, что у вас легко получается, соответственно, время увеличивается, там, до 10, до 20 секунд, до половины минут и так далее. Ну, оптимально, оптимально, чтобы 5-6 минут, вот, в идеале, чтобы 5-6 минут вы могли это делать. Ну, как правило, люди, там, ну, самые, так бы, нормальные, до 10, это 2-3 минуты, 2-3 минуты. А вот, можете, так себе, таймер или просто засекать время, вот, то есть, учитесь. А, попал? Потом. Ну, когда у вас это будет получаться, вы можете переключиться на более сложные предметы, например, там, на стакан воды, на фрукты, завтра, на яблоко, например, вот, будете смотреть на него. Ну, то есть, все то же самое. Это если, значит, если говорить о внимании. Но я вам хотел бы немножечко о другом, значит, рассказать. Так, смотрите, во-первых, вы говорите, что вас предали друзья и прошлым мужчинам. Собственно, вы страдаете, да, вы страдаете, но при этом свидетельтесь, что они плохие и поступили некрасиво. Они не плохие. И они не поступили красиво. Они не поступили некрасиво. Они просто по отношению к вам, да, не обрадали ваши ожидания. Не помогли реализовать вам ваши потребности. И поэтому они вам кажутся плохими. Что они не дали вам того, чего вы хотите. Они не дали вам того, что вам было нужно. Почему? Потому что вы отказывались видеть этих друзей такими, как и они есть. Знаете, если вас предали друзья, и если, ну, если друзья не сожалеют о том, что они вас предали, то это и предательством назвать нельзя. Скорее, люди просто были на какой-то момент в отношениях с вами, они понимали, что их интересы и ваши интересы на какое-то время совпадают, и они могут, значит, извлечь пользу из вашего взаимодействия. То, что вы не увидели, что эти люди на самом деле вам не друзья, это ваша ответственность. И здесь необходимо анализировать ваше поведение по отношению к этим людям. То есть, как вы себя вели, как вы познакомились, как вы проводили место, время, как вы к ним относились, чего вы от них ожидали, на чем основывались ваши ожидания. То есть, вот, все эти вещи необходимо анализировать. Потому что предательство друзей – это не их какой-то плохой поступок. Я еще раз повторяю, предательство может быть предательством только в том случае, если человек жалеет об этом. Да, он совершил ошибку, да, он оступился, да, он обидел вас, но, например, вот, ему плохо, но это он об этом сожалеет. А если человек совершил что-то плохое для вас, да, но при этом не сожалеет, об этом значит что? Получается, он не считает, что для вас это обидно, или считает, но ему все равно. Если ему все равно, значит, он вас не ценит, он не видит вас, как, например, друга, или как любимую женщину в случае с мужчиной, да, и получается, что он-то для вас не тот, кем вы его считаете. И получается, что тот, кем вы его считаете, тот, кем вы считаете этого человека, то есть образ человека, живет только у вас в сознании. И этот образ, как бы, налагается на реального человека. Но при этом образ реального человека очень сильно различаются между собой. Реальный человек это один человек, а образ человека другой И если реального человека вы не принимаете То образ человека вы активно принимаете и ведете себя так, как будто человек является тем, образ которого вы себе представляете По сути это проецирование на кому-либо своих желаний, своих эмоций и переживаний То есть если вы к человеку испытываете симпатию, то вы ведете себя так, как будто он к вам тоже испытывает симпатию Это на самом деле не правильно, это не деструктивно Поэтому друзья, если вас предали, они никогда с друзьями не были А вам нужно для себя постараться увидеть, проанализировать ваш прошлый опыт и увидеть Как вы с ними сближались, что вы делали, чтобы с ними сближаться И действительно ли у вас было что-то общее с этими людьми Или они всегда защищали свои интересы Просто теперь защищать свои интересы стало невозможно без того, чтобы не оттолкнуть вас Вы это очень легко увидите Очень легко увидите Знаете, почему люди сделали вам больно и им все равно, почему они не думают о вас Значит, не бражили никогда вами И либо вы сделали так, что они вами перестали бражить А вы могли сделать только одно Например, растворяться в них Или гнуть свою линию То есть поступать эгоистично Но я не думаю, что вы поступали эгоистично Я думаю, что просто вы идеализировали их И накладывали на них больше ответственности, чем нужно Чем они готовы были принять В принципе, то же самое касается и мужчины То есть мужчины, в принципе, то же самое Если мужчина вас бросил, значит Почему вы считаете, что он поступил некрасиво? Он вас бросил, потому что ему стало с вами некомфортно Он вас бросил, потому что ему с вами стало не по себе Он вас бросил, потому что понял, почувствовал, что вы не делаете его счастливым Он себя перестал чувствовать счастливым И поэтому он вас бросил Либо он не захотел бороться за ваши отношения Но это опять же, это его выбор Если мужчина не готов бороться за отношения Значит, это не мужчина И вопрос, а зачем вам такой мужчина? Зачем вам друзья, которые никогда не были друзьями? Зачем вам мужчина, который может легко вас бросить? Кстати, в контексте мужчины, здесь надо сказать так Что если он вас бросил, а вы его при этом любите, например То, соответственно, вы понимаете, что раз он с вами не счастлив А раз он вас бросил, значит, он не счастлив с вами То без вас он будет счастливее И вас, если вы любите его Вас это, по идее, должно удовлетворять То есть, вам должно быть достаточно того, что человек, например Будет счастливее без вас Но Если вам этого недостаточно Если вам недостаточно того, что Человек будет без вас счастлив То есть, вы все равно чувствуете, что вы несчастливы Сами То есть, чувствуете, что вам больно Значит, вам нужно что-то было для себя То есть, у вас не только любовь к нему Не только симпатия к нему Но есть и еще Какие-то чувства у вас К нему Например, эти чувства могут быть Эти чувства могут Представлять собой определенные потребности Ваши То есть, например Это может быть драк, одиночество Это может быть желание Получать от человека обратную связь И через обратную связь Как бы самоутверждаться Например То же самое можно сказать и про друзей Да, то есть Друзья, они могут восприниматься Вами так же Совершенно То есть, подумайте о том Что вы потеряли Что вы потеряли Когда люди от вас ушли Вот что вы потеряли Вы говорите Я страдаю Это что значит? Что значит страдаю? Страдаю значит фрустрирую И если вы фрустрируетесь Значит у вас Есть неудовлетворенность Правильно же? Наверное, правильно Теперь вопрос А если у вас Есть неудовлетворенность Когда это неудовлетворенность То, соответственно Почему Вы считаете Что эту самую неудовлетворенность Должны Реализовывать Ваши Друзья И ваш Мужчин Вот и все Молодец Вы неудовлетворены Вы Через Людей Которые С вами Значит Пытаетесь Ну вы Вы через людей Пытаетесь Реализовать Свои желания Вот И Соответственно Поэтому вы От людей Через Чур Зависимы И из-за этого Вполне возможно Вас люди бросают Потому что Они не видят Вас Равноправного Партнера Они Они видят Вас Нуждающегося Человека А Они не хотят Они не хотят Реализовывать Ваши нужды То есть В принципе Этого могут Не хотеть Друзья Этого могут Не хотеть Этого может Не хотеть И ваш Мужчина И он В принципе Имеет право Этого не хотеть Не хотеть То есть То есть Вообще Как правило Подобные Вот Ну Подобное Проявление Только Только Родители Обеспечивают Да То есть Только Родители Обносятся К Ну К своему Ребенку К человеку Вот Так Как Вам Б Хотелось Да То есть Вот это вот Это нужно Понимать Это нужно Понимать Это нужно Понимать И Соответственно Отказываться От Таких понятий Как плохой Поступили Некрасивый И так далее Вот Это Сродая От От То Что Они Поступили Так Да Это Действительно Они Это Действительно Плохо Вот Вы Переживаете Потому Что У вас Фрустация Первое Второе Вы Не понимаете Причин Вы Думаете Что Они Поступили Так Потому Что Вы Какая Да То есть Если 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 Нами Поступает Плохо То Мы Как Правило Мы Как Правило Думаем Что Это в нас, как правило. То есть мы, нам тяжело, нам тяжело представить себе, что люди могут, ну, относиться плохо только потому, что это, ну, у них, у них вот какое-то отношение есть к нам. Не у вас, не у вас, а у них. И нам тяжело признать и принять, что люди могли поступить так просто потому, что им так хотелось. Они так хотели. Не вы виноваты в этом. Не вы, ну, как бы в ответе за то, что произошло. А они, им так было лучше, они так поступили. И все. То есть как правило, как правило, людей бросают, ну, бросают именно вот без сожаления, без каких-то вот переживаний, как вы говорите, только тогда, когда, значит, ну, просто понимают, что человек не подходит. То есть дело в нем. Дело не в вас. Вот. И это, вот это вот нужно понимать, очень хорошо понимать. Чем лучше вы это поймете, тем меньше вы будете проектировать на себя то, что произошло с вами, то, что сделали эти люди, тем будет лучше. Вот. Другое дело, конечно, можете ли вы это сделать, потому что, если вы действительно на других проектируете то, что призываете вы, то, естественно, естественно, что проектируете на других, вы и о себе думаете только через проекции других. То есть вам нужно сначала принять себя, здраво оценивать себя, быть уверенными в себе. Я подозреваю, что вы в себе не уверены, потому что, ну, нет такого ощущения, что вы уверены в себе. Опять же, именно потому что у вас есть вот это вот определенное переживание относительно того, что люди вас бросили. То есть, ну, если бы вы были уверены в себе, вы бы спокойно бы к этому отнеслись и, в общем-то, никаких проблем бы не было. А так, вроде как, получилось, что, как получилось, что у вас произошла проекция. То есть вам надо принять себя. Опять же, почему вам надо не другие люди? Потому что вы не можете, вы только через других людей можете принять себя. Вы не можете принимать себя просто так. А для этого, ну, не другие люди. И либо это у вас идет из детства, подобное, ну, подобное отношение и восприятие в себе. Либо в результате определенных травмирующих ситуаций, которые происходили с вами в детстве. В любом случае, в любом случае, их нужно анализировать и разбирать. И менять ваше восприятие этого опыта. Процесс этот нельзя назвать быстрым, но все решаемо, в принципе, если у вас будет желание. То есть, понимаете, да? Проблема заключается в том, что вы ориентируетесь на проекции. Их поведение от меня не зависит, но от меня зависит мои ощущения и восприятия. Нет, ощущения, они, когда-таки, от вас не зависит. Ощущения, это то, что испытывает каждый человек одинаково. То есть, мы одинаково испытываем. Холод, голос, страдает. Вот. Степень чувств зависит от чувствительности. Вот. А вот восприятие, восприятие, да, восприятие ситуации зависит очень от многого. Ну, нужно понять, что восприятие зависит от разного психологического состояния. И от эмоционального фона. Если вы спокойны, то одно событие вы воспримите, ну, каким-то определенным образом. Если вы неспокойны, то то же самое событие вы воспримите по-другому. Поэтому восприятие ситуации, это да, это полностью зависит от вас. Но восприятие ситуации напрямую зависит от установок. То есть, если люди с разными установками видят одну и ту же ситуацию, то, соответственно, они воспринимают ее по-разному. И вот, чтобы вам воспринимать ситуацию адекватно, корректно для вас, нужно подкорректировать ваши установки. Например, вот то, что люди не могут быть плохими, и что они не могут поступать некрасиво. Они либо поступают от обиды, либо поступают так, как ходят они. И если от обиды, то они почти всегда жалеют об этом. Это значит, что вы им дороги, и это значит, что есть разговор в одном направлении. Если они поступают, то, что им так лучше, это разговор в другом направлении, и в принципе все. Черная дыра в душе, то есть пустота, то есть то, чего вам не хватает. То есть люди заполняют, заполняют эту черную дыру, и поэтому вы не их нуждали. Вот надо подумать, каково вроде черной дыры, и как вам его самой заполнить. Нельзя с людьми общаться и встречаться нуждаются в них. Но это делать все-таки будучи независимой. Тогда и отношения совершенно будут другие у вас. Конфинкрируйте, но вы не только на плохом, потому что это меняет ваше представление о себе. То есть в результате вот этих вот событий, которые с вами произошли, вы стали думать о себе хуже. И именно потому что вы стали думать о себе хуже, вам и плохо. Ну, это помимо того, что вы потеряли для себя источники удовлетворения ваших желаний. Которые люди, кстати говоря, не должны удовлетворять. Ну, это скорее так. Не так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!